Теперь у меня к вам вопрос. Как вы считаете, правильные отношения семейные означают ли, что будет много наслаждения в семейной жизни или нет? Нет? Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Правильные отношения в семейной жизни. Именно это и означает, что если ты правильно себя ведешь в семейной жизни, у тебя будет очень много счастья в личной жизни, но сначала надо это заслужить. Сначала будет очень много испытаний, а потом, если ты ведешь себя правильно, у тебя все больше и больше будет счастья в семейной жизни. Это подтверждается вот этим высказанием. Целый ливень счастья в семейной жизни может стать путем на небо, не в ад, а на небо, если он обретается в правильной, устроенной семейной жизни. Если человек правильно относится честно, бескорыстно к близким людям, если он все выполняет правильно, все свои обязанности, и за счет этого достигает счастья, он получит счастье сначала здесь, на земле, а потом еще там. Его земное счастье будет не закончиться все земным счастьем. Он еще там счастье получит. Почему? Потому что такова цена правильного поведения. Правильное поведение в жизни очень труднодостижимо, потому что это тяжелейшая аскеза. Это самая тяжелая аскеза в жизни вести себя в семье правильно. Самая тяжелая аскеза. Часто люди, им даешь советы, они говорят, это невозможно. Но это просто невозможно. Я говорю, вы бы просто поняли, для чего это делается, а потом бы думали, возможно это или нет. Если человек понимает цену, которую он получит, стоимость, которую он получит за то, что он такие аскезы делает, тогда он будет эти аскезы делать. Понимаете? Стоимость такая. Если правильно себя в личной жизни ведешь, правильно означает верность, означает уважение к близким людям, означает сострадание, терпение их недостатков, терпение их прибабаха всех, что их там крыша съехала, не туда понесло. Человек все это удерживает, страдает, верно относится к близкому человеку. Результатом такого поведения счастье с этим же человеком в этой жизни и еще потом будет счастье уже на высших планетах. Веды также объясняют, что любовь является основой также и для деятельности человека, для его бизнеса. Здесь об этом говорится, что несовершенно понимание того, кто думает, что любящее сердце приносит счастье лишь на пути личных отношений. Здесь говорится, что любовь вдохновляет и солдата на воинские подвиги. То есть, если человек создал нормальные отношения в семье, то у него будет сила также создавать отношения и там, снаружи. Это стопроцентный факт. Если человек построил на личном плане правильные отношения, то он очень сильно защищен в жизни и в плане общественных отношений. Знаете, иногда бывает так, что человек ходит на какие-то духовные кружки. То есть, он приходит на духовный кружок такой, они там разговаривают на очень возвышенные темы и очень возвышенно относятся друг к другу на этих духовных кружках. Вот так, очень возвышенно, смиренно. Потом человек приходит домой, варежку открывает. Знаете, как это называется? Лицемерие. Что такое лицемерие? Дешевое, неглубокое представление о жизни. Веды говорят, что на самом деле твоя способность работать над собой, провериться в личных отношениях, а не в тех отношениях, где ты приходишь там или ля-тру-ля, говоришь всем. Вот в этих личных отношениях ты откроешься как личность. Покажешь себя как есть. Пускай не всем будет видно, но тебе, по крайней мере, будет видно. Ты можешь посмотреть на себя, насколько ты духовно развился. Самые тяжелые испытания в семье всегда проходят с человеком. Все вскрывается, самое тяжелое, трудное. Еще интересное высказывание, которое кое-что проясняет. В этом мире очень много законов различных. И эти законы, они иссушают душу того, в чем сердце нет любви. Так же, как на солнце высыхают различные живые существа, которые не укрываются от него. Ну, допустим, там всякие насекомые. В чем идея этого высказания? Идея заключается в том, что любовь – это сила, защищающая нас от всех трудностей судьбы. Если, допустим, вы чувствуете, жизнь невозможная уже стала, очень тяжела, столько проблем, работы нет, то нет, это не так, все не так, и вы просто изнемогаете, у вас нет сил. Знайте, что причина вашего изнеможения только одна – в вашей жизни нет настоящей любви. Если бы у вас в жизни была настоящая любовь – нет работы, нет работы. Трудно стране, трудно стране. Заболел? Ну, заболел. Ничего страшного. Когда человек сильно любит, он даже не замечает, как помирает, не то, что как заболел. Он даже помирает в состоянии нормального состояния, нормально ему, хорошо. Даже когда он помирает, не то, что когда он заболел. Поэтому единственная проблема наша заключается в том, что у нас не хватает любви в жизни, в отношениях. Причем любовь не означает только любовь в жене. Любовь, она бывает разной, бывают дружеские отношения, тоже любовь. Бывают отношения к детям или отношения к старшим, это тоже любовь. Понимаете, есть разные виды любви. К родителям отношения тоже любовь. И все эти виды любви надо одновременно развивать. Надо учиться дружить, надо учиться относиться к родителям правильно, чтобы с ними любовь развивалась. Надо относиться к младшим, к детям правильно учиться тоже. Тоже любовь. Поэтому без любви нет жизни. Вот об этом следующее высказание. Да пожелание сейчас 10 минут, я понял. Время ограничивает эмоции. Следующий высказание. Там, где в сердце нет любви, жизнь бессмысленна. И дальше говорится, что сухое дерево не может свои листья к солнцу протянуть. Их нет, они высохли. Поэтому, если человек думает, что у него нет работы, не хватает положения в обществе, денег, и поэтому он безумно страдает, знайте, что у нас не хватает только одного, это любви. И именно туда надо все свои силы вкладывать, способность правильно строить отношения с людьми. И это, если ты эту способность имеешь, значит, сердца у тебя будет всего хватать, даже на фоне трудностей, все будет нормально в твоей жизни. Это очень важно понять. Высказание пока закончим. Сейчас еще несколько вопросов у нас осталось. Что вы подразумеваете под словом «Бог»? Я не скажу, что я подразумеваю, потому что это мое личное. А вот что Веды подразумевают, я сейчас расскажу. Первое, что нужно понять, что Веды объясняют, что в этом мире нет никакого хаоса, как считают большевики. Не считают, что Вселенная возникла из точки, которой сначала не было, полный бред. Как это не было, и точка появилась. Откуда она тогда появилась, если ничего не было? Потом она взорвалась, точка взорвалась, и возникла Вселенная. Безумнее теория, я не встречал в своей жизни. И так как Вселенная взорвалась, там возник какой-то вектор движения взрыва, и поэтому она крутится, эта Вселенная. И так как она взорвалась, поэтому она расширяется. Вроде бы как бы все логично, да? Все, и расширение есть Вселенная, и крутится она. Ну вот как из точки она взорвалась, которой не было? Этого я до сих пор понять не могу. Ну ладно, Бог с ними. Пускай так считают. Но, допустим, мы возьмем просто простые вещи. Вы видели в жизни хотя бы какой-то процесс один, который не управляется сознанием и развивается. Допустим, был такой ученый, опарин. Фамилия соответствует тому, чем он занимался. Он занимался тем, что он кипятил белки всю жизнь. Парил мозги себе. То есть что он делал? Он пытался создать жизнь. Он то нагревал, то охлаждал белки, то нагревал, то охлаждал. Ну просто химические вещества. Белки получились в результате, но жизни не получилось. Они не соединились вот так вот в клетку и начали ползать и размножаться. Не получилось такого. Знаете почему? Потому что никогда из грубой материи жизнь сама не возникает. Для этого нужно присутствие души. Понимаете? Когда душа появляется, сразу материя начинает группироваться. И когда материя группируется и размножается, значит, что там есть душа. Веды объясняют это. Вот если взять, допустим, камень из средств сделать, если там есть душа, мы увидим, там концентрические круги на этом камне есть. Он красивый, прозрачный, сияет и лечит людей потом. От этого камешка отпочковывается другой. Значит, там есть душа, понимаете? Оболочка у этого камня есть. Так же, как у дерева срез. Точно так же выглядит. Ну, кто видел камни, знает. Так? В камне даже жизнь может быть оказывается. Душа присутствует, все организуется, все создается. Душа, допустим, берем просто семечко обычное. Маленькое семечко пшеницы. В нем есть душа или нет? Вы ошибаетесь. В нем нет души. Там просто есть сродство к жизни. Природа так удивительно создает, что в этом семечке все так устроено, что там есть энергия, которая притягивает при определенных условиях душу. Вот когда мы семечку... То же самое, как яйцеклетка. Допустим, яйцеклетка идет по трубе, в ней души нет. Но когда сперматозоид попадает, в этот момент туда попадает душа и начинает развиваться жизнь. Точно так же семечко сажаем в землю, поливаем. В тот момент, когда влага и земля одновременно с семечком соприкасаются, немедленно туда попадает душа и начинает растение расти. Понятно, как это происходит? То есть для того, чтобы душа попадала, нужны определенные условия. Но однако же, когда она попадает, то она начинает действовать сама. Как только душа попадает в семечко, что происходит, мы видим, что росток начинает активно расти сам. И ему условия какие-то нужны, но растет он сам. И он сам защищается от невзгод каких-то. Понимаете? Эти процессы очень гармоничны, закономерны, и они очень глубоки. Мы, допустим, начнем и начинаем изучать строение этого пшеничного колоса. Целому институту годы потребуется, чтобы изучить все его строение. Настолько там глубокие процессы происходят, когда присутствует душа. Если мы возьмем всю нашу вселенную, мы увидим, что как точно движутся планеты, как они на нас действуют, как они создают нашу судьбу, и все как бы упорядочно в этом мире, и все гармонично, и все одно вытекает из другого. И мы видим, что есть глубокие закономерности во всем. Но никогда в жизни мы не увидим, что эти закономерности происходят из хаоса. Ну как это возможно, что что-то взорвалось, и вдруг появилось что-то такое? Один американский ученый, я не помню, как зовут уже, он изучал клетку, изучал ее, изучал, 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 и он доизучался клетку, короче, он написал. Полный идиотизм. Думать, что эта глобальная структура, клетка, обычная клетка, может возникнуть сама в результате естественного отбора. Он говорит, для сравнения могу привести такой пример. Если взять груду металлолома, положить, и из нее само по себе возникнет огромный красивый Боинг, тогда я поверю, что эта клетка может возникнуть сама. Но говорит, Боинг говорит и по своей структуре. Он отдыхает по отношению с клеткой. Потому что клетка, говорит, устроена в миллионы раз сложнее, чем Боинг. Вот такая фраза, высказывание такая у него, у этого ученого. Он полностью разочаровался в теории Дарвина. Полностью. Потому что он считает, что только Бог может создать эту жизнь. Потому что она настолько сложно устроена, что человеческий раз... Ну, вообще просто химия, хаос, такие вещи не может создать. Просто в принципе. Поэтому веды объясняют, что кто такой Бог? Бог — это тот, кто создал этот мир. Для того, чтобы мы в нем смогли его найти. Веды объясняют, что есть духовный мир. Он занимает огромное бесконечное пространство. А есть материальные миры, небольшие, маленькие. Материальные миры предназначены для тех живых существ, которые отдыхают от любви. Ну, то есть веды описывают, что мы живем в духовном мире. И в какой-то момент мы, допустим, отношения любви строим, в каким-то момент мы забываем об этих отношениях. И когда мы забываем о них, там доля секунды в духовном мире проходит. Но в это время душа, так как ей делать нечего, она попадает в материальный мир, где она живет для себя. Пытается жить для себя. И пытается жить для себя для того, чтобы понять, что это бессмыслица. И когда она живет, живет многие жизни для себя, потом наконец понимает, какая глупая затея вообще. И начинает жить для других. Постепенно она понимает, что есть Бог. Начинает жить для Бога. И в этот момент она просыпается в духовном мире опять. Думает, Господи, и она помнит все свои прошлые жизни. Миллионы жизней в материальном мире. И думает, Господи, когда отвлекаешься от духовной жизни, что-то в голову не взбредет. Столько всякой глупости. Кошмар. А это ее многие жизни, прошедшие в материальном мире. Веды так объясняют все это. Поэтому Бог это полное целое. Веды описывают, они задаются в ведах вопрос, что лучше быть Богом или индивидуальной душой. Ну, как вы думаете? Ну, большинство людей считает, что лучше быть Богом. Веды объясняют, что лучше быть индивидуальной душой. И они объясняют, почему. Потому что Бог сравнивается с огромным солнцем, сияющим, как любви, ну, сотканное, как это огромное солнце любви. То есть, огромное-огромное количество любви. А живые существа это искорки этой любви. И веды говорят, когда эта искорка начинает строить отношения с Богом, с огромным целым, она наполняется всей этой любовью, которая исходит из этого большого целого. Ну, сколько искорка может сама Богу любви дать? Ну, подумайте. Очень мало. Так? Сколько она получает любви? Много. Поэтому и говорится, лучше тот, у кого больше любви, кто может больше любви получить. Но мы пока этого не понимаем. В этом наша проблема. Что у нас уникальное положение в этом мире. Мы должны быть обладателями божественной любви. Но мы немножко другими делами занимаемся здесь. Поэтому, соответственно, и не получаем этот великий дар. Веда описывает, что у Бога есть два аспекта. Есть личностный аспект, и есть его сияние. Сияние Бога это энергия счастья. Мы все пользуемся энергией счастья, живем для нее. Это состояние сознания называется имперсонализм. То есть, мы знаем, что есть солнце вот здесь, но солнца не видим. И многие, некоторые считают, что раз не видно, значит его нет. Но это безумие. Бог личность, она есть, она создала этот мир, потому что мир был соткан из гармонии, и поэтому мы должны стремиться постичь это. Это и есть наука настоящая. Ученый человек настоящий понимает, как все устроено. Я так вкратце ответил на этот вопрос. Конечно, я не могу слишком много на это говорить. Что делать, как правильно поступать, как долго молиться, если муж покончил с собой более чем 10 лет назад. Надо молиться интенсивно за его благополучие, освещать пищу, ставить фотографию, перед этой фотографией ставить пищу и мысленно ему отдавать. И так надо делать до тех пор, пока в твоем сердце не появится радость. Совершенно неожиданно появляется радость по отношению пора, да, заканчивай, все, я понял. Радость появляется к этому человеку и ты чувствуешь, что все хорошо. И значит, что этот процесс надо закончить. Может длиться 3 месяца, 5 месяцев, полгода, год, я не знаю, у всех по-разному. Но в тот момент, когда вы почувствуете эту радость, он освободится от страданий и он будет вам, и судьба за это вас очень сильно отблагодарит. За то, что вы спасли от страданий близкого человека. Ну ладно, все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья. На русском языке пока. На самом деле, на самом деле вы необычные люди. Я не пытаюсь вас льстить как-то, я на самом деле говорю, потому что мои исследования показали, что в Латвии скорее всего рождаются те люди, которые были в ведической культуре в прошлых жизнях, но как-то от нее отошли. То есть у вас очень глубокое чувство к ведической культуре. И люди в целом обладают таким достаточно правильным направлением сознания. Поэтому у вас развивается ведическая культура очень интенсивно. Вот сегодня вечером мы с вами будем не только лекцию читать, мы еще начнем и танцы смотреть ведические. Классно? Будет небольшой концерт после моего выступления. А также у вас здесь очень бурно развиваются направления ведического знания. например мой хороший друг здесь играет это ситара да инструмент на ситаре просто обалденно. Вы были на концертах нет Анцупова? Нет? Не слышали? У вас все впереди значит. Здесь удивительные люди живут на самом деле. Такого специалиста в мире может несколько человек всего. Он так играет что можно три часа сидеть вот так и это ведическая музыка. Она оказывается отличается от обычной музыки тем что в ней нет вот такой нотного построения вот так что по нотам все расписано там есть правило игры а все остальное зависит от души. То есть так же как лекцию не повторишь так и ведическая музыка она не повторяется она неповторима. То есть она играется человека захватывает и как в зависимости от состояния зала она меняется то туда то сюда так удивительные такие концерты у вас они когда будут ближайшие концерты? 9 декабря вот кстати на днях рекламная пауза будет концерт приглашаю сходите посмотрите это новый опыт вашей жизни будет необычный ну ладно все сели прямо будем желать всем счастья я желаю всем счастья я желаю всем счастья Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Спасибо большое. Я желаю вам всем счастья, любви, чтобы все ваши цели были достигнуты. Я желаю вам здоровья, духовного развития. Я желаю вам всем счастья, любви,